Сегодня буду проверять рецепт с этикеточки упаковочки дрожжей доктор Реткер. Это не реклама, можете брать любые дрожжи, поэтому в эфире рубрика рецепт с обложки. Нам нужны будут дрожжи с пакетик 7 граммов на 500 граммов муки, молоко 225 миллилитров, сливочное масло 100 граммов, сахар 50 граммов, ванильный сахар 8-9 граммов, одно куриное яйцо, мука 500 граммов, я уже сказал. Нам нужно будет растопленное масло и теплое молоко. Ну, сперва растоплю масло, выливаю молоко, теплое молоко, не горячее, а теплое. Потому что мы будем добавлять дрожжи. Дрожжи в горячем молоке работать не будут. В просеянную муку добавляем дрожжи. Пакет 7 граммов на 500 граммов муки. Перемешиваем. Добавляем 50 граммов сахара, теплое молоко, яйцо, 8 граммов ванильного сахара, берем 60 граммов растопленного сливочного масла и чайную ложку соли. Это маленькие ложечки, две такие ложечки равны одной чайной ложке обычной. Тесто нужно замесить. Тесто получается липким. Замесили, теперь оставляем в теплом месте на 40 минут. 40 минут прошло, тесто чуть-чуть приподнялось. Теперь нужно, как написано в этом рецепте, раскатать в форме прямоугольника, смазать растопленным маслом, нарезать полосками и скрутить в рулетике. Сейчас тесто перестало быть липким, чуть поднялось, стало более воздушным. Не сказано, насколько тонко раскатывать. Давайте, я думаю, хватит, наверное, вот примерно сантиметр, чуть потоньше. Будем резать на полоски. Только какие полоски, тоже непонятно. Широкие, маленькие, узкие. Так, с маслом еще надо. Вот, прежде чем скручивать, нужно смазать растопленным маслом, которое у нас оставалось. Вот, посмотрим, что же это получится. Я буду вот такими полосками резать. Я думаю, наиболее будет оптимальный. Выложить на противень и оставить на 30 минут. Они, скорее всего, еще будут немножко подходить, поэтому нужно оставить расстояние некоторое между ними. Смажу сливочным маслом растопленным. Убираю в печку, пока в ненагретую печку, на 30 минут. И оставляю их, чтобы они чуть-чуть немножко поднялись. За 30 минут они стали более объемными. Тут духовку разогреваю до оставать мне 10 градусов. Вот, и на 20 минут отправлю эти рулетики в печку. Еще, кстати, нашел два пакетика дрожжей. Вот этих, и здесь на этих пакетиках есть еще рецепты. Есть булочки с кунжутом, и есть рецепт пицца на тонком тесте. Напишите в комментариях, интересно вам приготовить, попробовать вот по этим вот этикеточкам пиццу и булочку с кунжутом. Печка прогрелась, отправляем в духовку все. Около 20 минут до румяности. Ну вот как думаете, они румяные? Или еще их немного подрумянить? Или чуточку, еще чуть-чуть, минут 5 подрумяню? Вот 8 на тарелке, 2, в тарелочку не влезли, по бокам. Запах приятный, от ванильного сахара есть запах, аромат ванили. Вот они получились разные формы, не мягкие. Пахнут аппетитно. Можно, конечно, было их посыпать например, корицей. Нет привкуса дрожжей, не пахнет дрожжами. Я просто боялся, что если весь пакет я высыплю, будет дрожжевой запах и привкус. К чаю с вареньем будет очень хорошо, но я бы еще немного здесь кое-что подкорректировал. И результат выложу на бусте. Уже проверенный рецепт от меня. Поэтому подписывайтесь на бусте, на Вконтакте, на Дзен, кто смотрит первые видео на Ютубе. Пишите на мейл, присылайте сюда рецепты, которые вы считаете достойной проверки. Ну а на этом все. Вам приятного аппетита. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...